Тони Ворд Впервые вдохновившись у семейного портного, он получил образование в Париже, где отточил свой талант у Жан-Франко Ферре в Мезон Диор, у Карла Лагерфельда в Хлоэ Кутюр и у Клода Монтана в Ланвин. Будучи ливанцем, я еще и итальянец, так как моя жена итальянка, у меня там в Италии дом четверо детей. И так же, как я чувствую себя итальянцем, так же чувствую себя и ливанцем. В этом моя двойная культура, если можно так сказать. Жизнь в Европе на протяжении длительного времени и то, что я выходец Ближнего Востока, это дает мне возможность отличаться от других дизайнеров. И это то, что я стараюсь вкладывать в свои коллекции, отражает мои идеи и чувства. Моим клиентам из Европы, Соединенных Штатов и России, которые ищут чего-либо по-восточному богатое, но не слишком пышное, с европейским видением культуры, это нравится. А люди с Ближнего Востока, наоборот, не хотят этой пышности в платьях, хотят видеть европейскую линию, ну какую-то другую, с особым подходом. И это то, что я стараюсь предложить. Поэты пишут о таинственных глазах женщины. Художники пытаются охватить их неописуемый блеск. Скульпторы ищут, как изобразить на камне их взгляд. Глаза, которые так часто интриговали Адама, что они прячут? Эти взмахи ресниц, которые женщина так искусно использует, чтобы покорять, говорить, отказывать, приказывать и обратить в огонь. Тони Ворд уступает страстному очарованию этого пленяющего блеска. Он возвеличивает свое желание в коллекции богатой взмахами ресниц, где женщина сама покорена и побеждена своей собственной силой. В самом деле, удовольствие – это желание, особенно для нее. Вот почему Тони Ворд объединяет цвета для создания контраста, чтобы оживить потрясающую внешность мимолетной красоты. Медовые – это главный цвет его коллекции. Он обладает силой непобедимого бархата, как взмах ресниц души, ищущей невозможного. Все женщины почувствуют это неодолимое желание, как можно скорее облачиться в эти изгибы, раствориться в складках платьев. Современная женщина – это женщина, которая встает утром и прыгает в пиджак. Позже она оденет этот же пиджак, но уже с джинсами. Она знает, как поменять одежду так, чтобы она подходила к месту, но не отвлекала бы слишком людей. Она может быть очень богатой, а может быть и бедной, но все равно знает, как быть элегантной. И это то, какая она есть, соответствует ее сущности, а не то, какой хочет казаться. Я не люблю в женщине только одно – когда она не уважает назначенные встречи, договоренности. Но это та роскошь, которую она может себе позволить. Во Франции есть поговорка – роскошные люди заставят тебя ждать. Я этого не люблю, но это факт, с которым нужно смириться. Сегодня среди его клиентов присутствуют представители королевских семей и элиты на Ближнем Востоке, в Америке и других частях света. Как истинное произведение синтетической средиземноморской культуры, Тони Ворд понятен на всех берегах теплого Южного моря. Лучше спросите меня, как я вижу свои коллекции через шесть месяцев. Мы учимся жить настоящим, стараемся наслаждаться каждой секундой, которую живем. Я бы не хотел знать, как будут выглядеть мои коллекции по прошествии стольких лет. Может быть, вы сможете это сказать. Смотрите на то, что я уже сделал, и постарайтесь предугадать, что вам еще предстоит увидеть в моих коллекциях, что будет в них внесено, как вещи изменятся, вырастут вместе со мной. Возможно, вещи, которые будут созданы позже, окажутся еще интереснее. Оригинальность и умение совмещать несовместимое всегда будут востребованы, как и умение сплавлять в творческом тигле времена и культуры, стили и вкусы. Тони Ворд умеет создавать любое настроение – игривое и романтичное, пафосное и медовое. Потому что он – Тони Ворд, надежда Ливана в Италии, дух Италии в Ливане. Субтитры создавал DimaTorzok